всем привет с вами команда карту да и сегодня у нас очень интересный обзор мы рассмотрим весы в наших карповых рыбалках все мы любим и хотим взвешивать своих пойманных трофеев поэтому точность измерения и удобства немаловажный фактор поэтому у нас на обзоре представлены можно сказать лидер индустрии это весы от компании рубин хитон но и также очень интересные весы электронные от компании fox весы как правило бывает двух типов есть весы электронные есть весы механические в этом обзоре мы как раз рассмотрим два этих типа начнем мы наш обзор с механических весов рубин хитон стоит отметить что исключительно все весы сделаны в англии а сама компания основа наш 1857 году ну и говоря немного самой компании рубин хитон нельзя не сказать что весы используются не только в рыболовном спорте и в обычных рыбалках а также эти весы используются в различных лабораториях на заводах в общем сфера применения очень большая и компания рубин хитон по праву заслужила называться самой авторитетной компании которая что-либо измеряет сегодня мы поговорим не просто механических весах рубин хитон а у нас на обзоре лимитированная серия которая вышла небольшим тиражом это так называемый black edition вот такие замечательные часы находятся в коробочке они полностью черные и у каждых весов есть специальный серийный номер то есть вы можно сказать будет обладать все время эксклюзивом вот у нас сейчас на обзоре номер 224 стоит отметить что взвешивание именно на механических весах в этом есть некая магия какая-то эстетика очень приятно не знаю почему взвешивать не на электронных весах а именно на механических конструкция достаточно просто незатейливо есть верхний крепеж для того чтобы держать весы либо повесить ее на штангу или на треногу и также есть нижний крюк для того чтобы взвешивать ваших трофеев мешках для взвешивания рыбы выполнены эти элементы из достаточно прочной нержавеющей стали также сверху вот здесь под верхним крепежом есть специальный регулировочная шайба для того чтобы выставить 0 на наших весах теперь давайте посмотрим на циферблат сами весы могут измерять трофеев до 50 килограмм шаг деления составляет 100 грамм и как заявляет рубин хиттон они разработали этот циферблат для того чтобы рыболовы было очень удобно считывать информацию в темное время суток мы не в темно в сумерках когда освещение очень мало тут используется некое специальное напыление которое днем немножко подзаряжается а в сумеречное время начинает немного ярче светиться большое преимущество механических весов перед электронами самое очевидное это конечно то что они не используют батарейки вы в любое время можете измерить не будет такой ситуации неожиданно когда ваши электронные весы разрядились поймали вы большую рыбу от действия не можете здесь будет все четко следующий аспект это их надежность несмотря на то что электронные весы очень удобные они могут у вас упасть в воду промокнуть электроника может дать какой-либо сбой механические весы здесь все исключено наверное компания рубин хиттон до сих пор работают те весы которые не сделали аж 1857 году на них до сих пор можно взвесить какого-нибудь карпа бонусом к данным весам идет вот такой фирменный чехол от рубин хиттон у которого есть два кармана куда вы можете убрать свои весы а второй карман останется для каких-то аксессуаров для взвешивания ну а дальше мы с вами рассмотрим уже электронные весы у нас будет будут весы рубин хиттон сделаны в виде безмена и вот такие электронные весы уже широкие более массивные тоже от рубин хиттон и аналогичные от fox и сейчас давайте посмотрим на очень похожие весы по своему функционалу весы от fox и электронные весы от рубин хиттон на первый взгляд у весов fox есть вот такой очень прочный кофр защитный он действительно очень прочный с дырочкой для того чтобы наверно вода выливалась ну а весы рубин хиттон просто поставляются без чехла батарейный отсек у обоих весов полностью герметичен здесь есть резиновые проставочки и здесь и здесь в случае весов fox используется две пальчиковые батарейки у весов рубин хиттон используются крона сейчас рассмотрим подробнее электронные весы от рубин хиттон по тактильным ощущениям у них очень такой прочный пластик и он немножко такой матовый его очень приятно держать не скользит у весов есть два штыря из нержавеющей стали а за один мы вешаем на треногу или на перекладину за нижний крюк мы цепляем уже мешок для взвешивания рыбы циферблат очень информативный на нем сразу после того как мы его включили виден заряд батареи это вам поможет избежать ситуации когда ваши батарейки будут на исходе можете заранее подготовиться чтобы такого не произошло давайте пройдемся по кнопкам управления первая кнопка это кнопка переключающая циферблат в отображении килограммы и в лб а также отключение подсветки если несколько раз нажимать сейчас горят граммы нажимаем еще раз горят вес в унциях нажимаем еще раз выключается подсветка горит измерение в граммах еще раз нажимаем подсветка снова выключена и горит измерение в унциях вторая кнопка эта кнопка включения и обнуления тары это нужно для того что когда вы повесили мешок чтобы исключить его вес а измерить только чистый вес рыбы мы одеваем мешок, нажимаем кнопку обнуления тары, вес будет у нас показываться нулевой даже с мешком, потом мы кладем рыбу, и уже будет точный вес нашего трофея. Следующие две кнопки очень интересны, и именно этим интересны эти весы по своему функционалу. Вы можете сохранить в памяти этих весов 50 взвешиваний ваших рыб. Занести в памяти весов взвешивание рыбы довольно просто, все это описано в инструкции, но если у вас вдруг возникнут какие-то сложности, можете обратиться в магазин к нам в carpshop.ru, мы вас без проблем проконсультируем. Неоспоримым достоинством этих весов является минимальный шаг измерения, который составляет 25 грамм или 1 унция. Есть две модели, первая модель максимальное взвешивание 30 килограмм, вторая модель максимальное взвешивание 60 килограмм. Ну а сейчас давайте взвесим нашу коровочку, мы насыпали туда немного бойлов, первым делом обнуляем тару и как правильно взвешивать с помощью этих весов. Ни в коем случае нельзя держать весы за корпус, тогда измерения у вас будут неточными. Держим исключительно только за верхний элемент крепления. Так, у нас сейчас выставлен вес в граммах, получилось 3 килограмма 375 грамм. Мы прямо уже на весах можем поменять с вами измерения в фунты, получается 7 лб и 7 унций. Кнопок всего 3, первая кнопка это кнопка включения, как только мы включаем, тут же загорается экран с подсветкой, есть индикация заряда батареи и горит нулевые значения и приписано в какой мере мы сейчас измеряем. Сейчас стоит килограммы и вторая кнопка как раз позволяет переключаться на измерение килограммы либо ЛБ с унциями. Ну и третья кнопка это обнуление тары. Итак, тару мы обнулили, теперь давайте повесим наш груз. Правила измерения здесь точно такие же, ни в коем случае нельзя держать весы за корпус, только за верхний элемент крепления. 3 килограмма 375 граммов. Здесь шаг деления также 25 граммов, как и у предыдущих весов. Ну вот и все, что мы хотели рассказать про эти две модели. Ну и последние весы у нас на обзоре, это такие весы безменного типа, они поставляются вот в таком чехольчике. Здесь есть такой специальный кармашек, не знаю, может быть для того, чтобы носить на ремне и что-то взвешивать. Давайте посмотрим визуально на них. Сами весы работают на четырех мизинчиковых батарейках. Уже в комплекте идет вот такая, хоть и маленькая, но очень удобная ручка для взвешивания. Также вы можете взвешивать на треноге, ну цепляя уже за крюк, который существующий. Всего две кнопочки управления. Циферблат очень большой, информативный, также с подсветкой. Ну и нижний крюк из нержавеющей стали для того, чтобы взвешивать рыбу уже в мешке. Теперь по функционалу. На дисплее у нас также отображается индикация заряда батареи. Также кнопкой верхней мы обнуляем тару. И все. А нижняя кнопка позволяет нам переключать измерения и включать и выключать подсветку по кругу. Давайте посмотрим, как это работает. Сейчас у нас стоит вес в граммах, нажимаем, стоит вес в унциях, нажимаем, включается подсветка, стоит измерение в граммах. Еще раз нажимаем, горит подсветка и горит измерение в унциях. Эти весы имеют также шаг измерения 25 грамм, максимальный вес взвешивания 25 килограмм. Давайте теперь попробуем взвесить. Надо сразу сказать, что взвешивать очень удобно благодаря вот этой ручке. Я просто пропустил между пальцами. Если у меня нет треноги или специальной штанги, это делать очень удобно. Просто берем и поднимаем. Так, вес. Я за килограммы переключил. 3 килограмма 375 грамм. Также очень точное измерение. Можно, например, взвешивать, если у вас тяжелая рыба одной рукой, взвешивать тяжело, можно поднять вот так за две руки. Тоже достаточно удобно. Ну, а теперь подведем небольшой итог. На наш взгляд, самым оптимальным вариантом из всех весов на нашем обзоре это будут вот такие весы от Рубен Хиттен безменного типа. Они обладают полным функционалом, который необходимо. Несмотря на то, что у них максимальный вес взвешивания 25 килограммов, в наших условиях, на наших водоемах это более чем достаточно. Они очень удобные. Можно взвешивать рыбу без дополнительных каких-то инструментов, без тренок и так далее. Если же вам необходимы более функциональные весы, стоит обратить свое внимание на такую модель от Рубен Хиттен. В них, как мы рассказывали, есть такая интересная опция, как добавлять 50 взвешиваний вашей рыбы в память этих весов. Весы от Фокс примечательны тем, что они могут взвешивать карпов до 60 килограмм. Если вы поедете на трофейные озера Европы, то такие весы там, конечно же, будут незаменимы. У них также в арсенале весь базовый функционал. И защитный чехол в комплекте. Ну а если вы являетесь приверженцем классики и практичности, и хотите в своем арсенале иметь что-то надежное и эксклюзивное, стоит тогда обратить свое внимание на весы механически очень надежные от Рубен Хиттен. Все весы, представленные в данном обзоре, вы можете купить в магазине carpshop.ru. А если у вас остались какие-то вопросы или вам нужна какая-либо консультация, всегда можете обратиться к команде Carp Today на портале или через соцсети. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Всем привет!